13 часов и 5 минут в нашем городе продолжается наша программа и ведущий по-прежнему дарит кузлеева и владимир сметанин как мы анонсировали в первом части мы будем прямо сейчас говорить о том как устроена система обращения с безнадзорными животными животными находящимися на свободном выгуле эта тема так или иначе она поднимается да она обостряется потом немножко затихает на протяжении уже долгого долгого времени об этом говорим и очередной повод у нас появился это появление я уж не знаю насколько можно так прямо четко об этом говорить но вот речь зашла о появлении официального муниципального или государственного приюта для животных в областном центре и сми мы узнали о том что разместить его планируется в кирово-чапецком районе на территории федиковского сельского поселения якобы уже выделен участок площадью 54 тысячи квадратных метров такой 230 на 230 если переводить такой в нормальный человеческий хозяйский язык тем очень непростая и многие из наших слушателей наверное прекрасно знают что в последние дни многие многие кировские сми облетела письмо которое было написано председателем кировской региональной общественной организации защиты животных дари добро анастасия ботева и анастасия сегодня у нас в гостях где анастасия свою точку зрения возлагает выражает вернее на эту тему и анастасия ну мягко говоря высказывает опасение что государственная система в этом отношении вряд ли будет работать эффективно и безнадзорные животные возможно с на лесу с наших улиц и они не исчезли ну давайте будем разбираться во всем да давай я представлю остальных гостей ну давай анастасия будьева да анастасия здоровый день добро сергей чучалин начальник управления ветеринарии кировской области добрый день и татьяна виноградова заместитель начальника отдела надзора в сфере обращения с животными управления ветеринарии татьяна александровна добрый день добрый день сергей федорович вот вопрос о создании муниципального приюта он прям уже решен все процесс запущен место есть место есть и он его организация его появление все уже это как вот в ближайшем будущем свершившийся факт так следует понимать действительно на сегодняшний день это как аксиома уже конечно в регионах целом российской федерации очень острая ситуация с с приютами для животных до 2020 года когда вступил в полном объеме федеральный закон об ответственном обращении с животными функционировали разные периоды были и муниципальные были частные периоды общественных организаций были приюты но после вступления в силу федерального закона правительством российской федерации были утверждены требования к организации деятельности периодов то есть начиная с земельных участков да где должны быть они расположены какие санитарные защитные зоны сколько площадь на на одну голову мы говорим собаки кошки все нормативы требования по карантину требования к помещениям должны быть кабинет ветеринарного врача система вентиляции температурный режим и так далее набор помещений разных да и у нас на территории области сложилась ситуация что ни одна из ни один из приютов которые были общественных организаций в частных руках так скажем не соответствуют требованиям федеральным требованиям установлены правительством российской федерации после утверждения правительством россии таких требований конечно у нас в области сразу резко прекратилась работа в сфере отлова использования безнадзорных домашних животных поскольку сам отлов безнадзорных животных он связан с последующим помещением в приюты из закона ушли понятия пункты передержки да которые часто раньше позиционировали как приюты поэтому не пунктов передержки не иных мест временного содержания закон не прописывает однозначно это приюты к приютам требования еще раз говорим очень такие строгие жесткие поэтому было принято решение на заседании правительства области в прошлом году в ноябре месяце было принято решение об организации деятельности специализированной организации которая будет заниматься строительством приюта и в последующем организации работы по отлову использования безнадзорных домашних животных сергей позвольте я выясню один из принципиальных на мой взгляд вопросов в законе говорится не знаю как это называется форма собственности этого приюта то есть это должна быть сугубо государственная структура либо допускается существование до частных волонтерских организаций потому что вроде бы система же работала функционировала вот до 2020 года система работала до вступления опять же говорю в полную силу законные требования к приютам и на территории области 5 организаций осуществляли деятельность сотловом используем безнадзорных домашних животных и после установления данных требований практически все организации столкнулись с проблемой приведения в соответствии своих приютов большинство из организаций прекратили свою деятельность и так получилось что заключенные муниципальные контракты когда администрации районов и городских округов исполняли переданная полномочия по отлову используем безнадзорных домашних животных заключая контракты с данными общественными организациями они прекратили исполнять муниципальные контракты то есть по сути вся работа встала ну свелась на нет не по их воле по воле так скажем ну потому что законодательство изменилось не успели подготовиться или что там не были предупреждены не успели просто такое чувство что законодательство опять немного оторвалось от от жизни потому что я помню что даже с теми местами которые были да вот эта же тема на годами да приютов каких-то пунктов передержки вспомню еще ту старую историю там драны против кошек еще при когда драны главе администрации всегда была проблема с тем чтобы найти это место даже без учета то есть даже при тогдашнем да прошу прощения законодательстве то есть это была проблема зачем нужно было все еще больше усугубить государство видимо показалось что тем самым более четко будет выстроенная работа в дальнейшем конечно мы столкнулись в работе по исполнению государственных полномочий а полномочия по защите населения болезни общих для человека и животных это полномочия субъекта российской федерации да прямая полномочия поэтому мы рассматривали конечно и не было иных вариантов как конечно брать в руки государства эти полномочия по защите населения до покусов животных и от болезни общего человека и животных поскольку из государства с власти спрос и мы прекрасно понимаем ситуацию и мы ее постоянно держим на контроле в районах области мы обязаны обеспечить безопасное проживание человека в первую очередь защитить здоровье человека мы регистрируем что на территории области ежегодно чуть меньше чуть больше четырех тысяч покусов оцарапывания слюнений именно те обращения которые проходят через учреждения здравоохранения через органы полиции все мы инициировали работу по направлению обращения в управление ветеринарии кировской области мы эти все материалы рассматриваем и сталкиваемся с системой да вот которая необходима для решения этих государственных вопросов ну тут вопрос немного в другом это понимаю да владимир спрашивает можно ли как в случае я не знаю там например с выполнением медицинских анализов создавать государственным организациям да и подрядчикам которые там частные то есть государство же может привлекать в совершенно верно то есть такая Sakamoto сночها но прописано федеральным законом то есть приюты могут быть государственное могут быть муниципальные, могут быть частные. И мы считаем, что на территории области, область большая, один государственный приют, хоть мы и будем, опять же, выстраивать всю систему работы, а эта система работы должна быть, один государственный приют, либо частный приют не решит вопрос именно в сфере обращения с животными. Если, возможно, остановимся поподробнее, к чему мы идем и какие цели ставим. Поэтому мы рассматриваем вариант совместной работы и государственного приюта, который будет не просто приютом, а будет исполнять функции еще и отлова, и использования, и социализации отловленных животных. Мы изучаем опыт работы в разных регионах Российской Федерации и выезжали уже, и проекты рассматривали, и сравнивали. И мы видим удачные проекты, где есть, и когда в руках государства, ведь мы говорим, мало того построить, ведь его надо содержать еще, и необходима немаленькая большая сумма средств на содержание и инфраструктуры приюта, и кормления данных безназорных домашних животных. Поэтому считаем, что только совместной работой мы можем достичь результата. И, конечно, нам очень важно постоянно и приглашаем общественные организации для работы в тесном контакте и волонтеров в разных районах области именно включиться в систему работы не только по организации приюта, но и по работе в школах, по работе с владельцами животных. Профилактическая деятельность. Да, это профилактическая деятельность, поскольку в регионах мы видим тоже, когда неудачный опыт работы, замыкаясь только на отлове, и содержание в приютах, приюты перенаполняются. С другой стороны, отловленное животное, мы, как считаем, являясь жертвой безответственного отношения владельцев, владелец животного, отловленного, заводит нового щенка, новую собаку, и точно так же собака находится на самовыгуле, и этот процесс бесконечный. Приюты переполняются, требуется дополнительное выделение средств бюджетов, и проблема-то не решается. И мы, изучая опыт вообще, так скажем, не только в Российской Федерации, но и в других странах, мы видим, что, во-первых, система должна быть отлажена в работе, все животные должны быть идентифицированы, любым доступным способом. Сейчас законодательство тоже меняется, и в текущем году поправки в закон о ветеринарии были внесены в июле месяце, и вступили в силу обязывающие владельцев животных идентифицировать любым доступным способом. Сейчас будет подзаконный акт Минсельхоза России, определяющий порядок маркирования животных. Дальше, животных нужно стерилизовать, это закон федеральный прописывает, владельцы животных обязаны не допускать нежелательного потомства. Дальше, мы говорим, административную ответственность владельцы должны нести, над этим мы также работаем. За то же бесконтрольное появление животного? Да, за появление животных на самовыгуле. И такие поправки тоже были внесены. Мы, Кировская область, одним из первых регионов приняли правило содержания домашних животных после вступления в силу от 498-го федерального закона. И мы сейчас в данное правило содержания вносим предоставленное нам право, полномочия субъекта определять порядок выгула и содержания животных. После чего мы внесем в законодательное собрание, планируем такую работу провести, внести ответственность именно в части нарушения данных правил выгула в закон Кировской области об административной ответственности. Прошу прощения, давайте сосредоточимся сейчас на нашем опыте. Что у нас происходит? Как у нас сейчас работает система? Анастасия, подключайтесь, пожалуйста. Честно говоря, меня удивили вот эти изменения. Вы к ним были не готовы? Дари Добро не было готовы? Почему? Я посмотрел по новостям, в сентябре прошлого года прокуратура предъявляла претензии к Дари Добро. Нет того, нет этого и так далее. Это вот как раз на соответствии, видимо, новым правилам, новым нормам была проверка. Да, безусловно. Поближе, пожалуйста, микрофон к себе. Безусловно, потому что когда законодательство изменилось, наш приют, который существует на больничном 6, он существовал уже порядка 5 лет. Территория и загруженность этой территории животными достаточно большая. Загруженность большая, территория маленькая. То есть, соответственно, что привести данный объект ко всем нормам, которые необходимы в современном законодательстве, было уже технически невозможно. Не позволяет сама по себе территория. В 2021 году летом у нас появилась другая территория, которую нам администрация города выделила под приют. Это в Радужном, да? Да, это в Радужном. Территорию мы как раз-таки искали и просили с той целью, чтобы она отвечала возможности, самой возможности сделать там полноценный приют, который будет отвечать всем требованиям, чем сейчас мы и занимаемся. С администрацией города вы сейчас взаимодействуете в рамках контракта, да? Верно я понимаю? В рамках договора. В рамках договора. Да, безусловно. То есть, и как раз-таки, почему мы решили обратиться к главе региона. Дело в том, что само помещение и сама территория, они, их метраж позволяет создать все эти необходимые условия. Это и веткабинет, и все остальные помещения, которые необходимы. Это карантинная зона, зона изолятора, зона общего содержания животных. И этот проект, он уже на данный момент функционирует. И для того, чтобы это был полноценный центр работы с животными, необходимы средства софинансирования от государства, но эти средства не такие большие, как возведение нового строения. То есть, если мы говорим сейчас об экономии бюджета, федерального, допустим, то такие центры гораздо менее в себя требуют вложений, чем возведение чего-то нового. При этом у нас есть уже система работы. Мы работаем с 2019 года официально по отлову. И у нас уже есть прогноз, каким образом и за какое количество времени мы способны сначала стабилизировать ситуацию, которая у нас в Кировской области существует. А потом, как таковая проблема бездомных животных вообще сойдет на нет. То есть, мы понимаем, как работать, мы знаем, что для этого надо делать. И уверены в своих силах. Ну, безусловно, этот опыт вашей работы, его просто невозможно отодвигать. Да и, конечно же, его нужно использовать. Правда, Сергей Федорович? А возможно вообще существование нескольких таких каких-то приютов, центров? Да, еще раз повторюсь, что возможно параллельно деятельности государственных, муниципальных и частных приютов. Здесь, конечно, вот Анастасия Алексеевна о чем говорит, о проводимой работе. Ее действительно надо проводить. То есть, муниципалитет предоставил помещение для организации приюта. Дальше мы говорим о требованиях, которые предъявляются. Конечно, надо сменить вид разрешенного использования для организации деятельности приюта. Так, это тоже один из важных моментов. Реконструкцию данного приюта. Вот и все. То есть, государство и в этом направлении, мы рассматривали вопросы, готово оказать поддержку, но после проведения соответствующей процедуры перевода имущества. А в областную собственность зачем передавать? Потому что средства областного бюджета. Потому что на уровне региона, это да, на уровне субъекта, да, как сказал Сергей Федорович. А вот то место на территории Федяковского сельского поселения, да, как мы уже все знаем, почему именно там? Почему именно оно выбрано? Большая аналитика была проведена по численности безнадзорных домашних животных территориально. Вот область была поделена на три зоны. Это южная, центральная и северная зоны. Конечно, в первую очередь рассматривался вопрос логистики. Значит, поскольку приют это не районный уровень, это межрайонный будет государственный приют. И место расположения, оно, конечно, очень важно, да, и коммуникации, и электро, и газы, и водоснабжения. Автомобильного снабжения, сообщения и так далее. Да, сообщения и так далее. Поэтому рассматривали в южной части области территорию Советского района. И был уже определен и выбран земельный участок. Параллельно проводили работу и по центральной части области, здесь вот по Кирово-Чапецкому району. Так получилось, что в Советском районе уже на последней стадии, когда была подключена уже проектная организация, выяснилось, что находится небольшой водный объект, которого даже и в федеральном реестре водных объектов нет. Но фактически он образовался, так скажем, природой. И был направлен запрос в Минстрою России о разъяснении требований. Как быть? Как быть дальше, да. И при наличии вот такого водного объекта, Минстроям четко было дано разъяснение, что не допускается строительство такого объекта вот в зоне 500 метров, и когда попадают водные объекты. Поэтому следующий объект, вот у нас и Планово, значился в центральной части области, это Кирово-Чапецкий район, и все необходимые уже и нормативные правые документы правительством области изданы, средства выделены на разработку предпроектной документации. Сейчас заключен контракт подрядной организации разрабатываться. Предпроектная документация. На следующий год выделены средства бюджета на разработку проектно-сметной документации. С участком понятно, да, то есть с техническими характеристиками в принципе тоже все понятно. Кто будет работать? Объект большой, животных будет много, наверняка нужно много специалистов к этому привлечь. Ну, здесь опять же вопрос решаемый. Мы говорим, что мы совместными усилиями, и, конечно, будем обращаться и к общественным организациям, и будем искать пути совместной работы, и уже наработанная практика, и у Дари Добро есть, и других общественных организаций приглашать на работу неравнодушных, опять же, да, людей, которые, ну, добросовестно, мы говорим, да, будут исполнять поставленные государственным задачи. И приюты, которые действительно сейчас в регионах запускаются, они решают государственным поставленным задачам. Анастасия, да, простите, когда вот я читал это письмо, у меня сразу же мысль возникла, пойдите работать в этот приют, в новый. На данный момент организация... Есть какие-то препятствия? Да, организация Дари Добро на данный момент содержит 500 собак и 300 кошек. Дело в том, что сотрудники Дари Добро достаточно загружены содержанием тех животных, которые есть. И если мы говорим о том, что будет строительство какого-то государственного приюта, то я могу предположить, что часть животных из тех, которые сейчас содержатся, люди содержат за свои деньги, возможно, люди захотят отправить именно на содержание в этот приют, потому что сейчас это все делается на благотворительных основах. И, возможно, часть животных действительно люди захотят отправить на содержание туда. Мы сами работаем... Я понимаю, да, но вы представьте себе огромную организацию, у которой много сфер деятельности, и у нас нет возможности работать, идти в другую организацию, но это невозможно. Ну, не знаю, на какой-то консультационной основе, не знаю, в качестве каких-то помощников и так далее. Да, ну, консультационных... Кураторов каких-то, да. Я ведь так понимаю, что вы не против делиться своим опытом и каким-то образом... Мы не против делиться своим опытом. ...вносить коррективы в эту систему? Сергей Федорович. Да, здесь ведь самое главное подчеркнуть, что законами четко прописано, да, и Институт общественных инспекторов, и допуск волонтеров в данные приюты, то есть никто это не скрывает, да, то есть мы же открыты. Общественники, мне кажется, боятся, что их туда пускать не будут. Абсолютно нет. У нас дело в том, что современное законодательство, оно работает по всей территории нашей страны, и у нас уже на данный момент есть примеры муниципальных приютов, которые не допускают зоозащитников, и там, ну, допустим, много таких регионов, где происходят вещи достаточно страшные, которые разрушают все, что было сделано волонтерами. Вот. И такие опасения, естественно, у зоозащитников есть, и я думаю, что они не беспочвены. Сложно сказать на данный момент. Я не знаю, вот если, например, вспомнить, да, опять вернуться в прошлое, когда САХ, по-моему, занимался отловом животных. Да, были времена, да. В какое-то время был контракт, и вот тоже очень много постоянно возникало скандалов из-за того, как там обращались с животными, очень часто хозяева, ну, понятно, что это есть и вопросы к хозяевам, да, приходили и находили своих животных уже погибшими вместе от лова, и проблемы с допуском каких-то активистов туда действительно были. То есть опасения, ну, в принципе, учитывая какой-то прошлый опыт, они, ну, скажем так, оправданы. Имеют право на существование, да. Нужно, во-первых, кардинально вот изменить представление. Изменилось кардинальное законодательство. Вручаетесь. Что будет иначе? В первую очередь четко все стало регламентировано. Вот есть, конечно, еще документы, которые на выходе, да, из Министерства природных ресурсов, из Минприроды России, мы говорим о методике, да, определение степени агрессии животных, мы опять же говорим, да, которые должны постоянно жить в приюте агрессивно, да, которые не проявляющие, не мотивированные агрессии возвращаются обратно в среду обитания. Вот такой методики нет. И мы ждем вот и методику, и она на выходе. Дальше вот только что вернулся с Балтийского форума ветеран медицины и продолжительной безопасности в Санкт-Петербурге, тоже с коллегами из 54 регионов, которые были представлены, обмениваясь опытом работы, и вот абсолютно заявляю, говорю, что новый формат вообще работы в нашем государстве выстраивается по организации работы государственных приютов, муниципальных приютов, конечно, с гарантированной вот обеспечением системы работы. Не только отловил, мы говорили, да, и пожизненно живет в приюте, а мы говорим, система отловил, карантинировал, прививка от бешенства, стерилизация, чипирование и выпуск обратно, возврат владельцев. Анастасия, и вы работаете, да, Витя? Да, на данный момент. Да, у вас такой же принцип. Поэтому здесь самое главное, вот первый этап, который мы сейчас проходим, а у нас это закреплено в распоряжении правительства Кировской области, это идентификация всех животных. Перед тем, как провести иммунизацию против бешенства, все наши подведомственные учреждения проводят идентификацию либо бирки, либо чипы, и на сегодняшний день у нас уже 80% животных, собак и кошек, идентифицированы. Дальше мы говорим о системе отлова, да, когда пошла работать с безнадзорными животными, мы устанавливаем владельца. Законом четко прописано, федеральным, не допускается отлов животных при наличии меток, позволяющих определить владельца. Ну и по гражданскому законодательству животное является собственностью его хозяина. Да, поэтому данное животное подлежит возврату владельцу в формировании материалов по данному самовыгулу, направлению в управление их ветеринарики Кировской области, для рассмотрения материалов уже административного производства. То есть это система работы. Мы завершаем на этом первую часть нашей передачи. Благодарность нашим гостям мы продолжим очень скоро. Вот сейчас наш разговор в какую-то практическую плоскость, по-моему, да, перетекает в перерыве в этом небольшом. Все-таки вот стремление такое внутреннее, как-то вот чтобы уживались нормально, да, и волонтеры, и государство со своими инициативами. Вот какой-то практическую хочется проработать, порядок. Что делать-то сейчас? Вот хотят заниматься, ну вот волонтеры, ну вот они замечательные, светлые люди, Дарьи Доброн, они будут дальше в любом случае этим заниматься. Как их включить, как их вписать в эту новую схему, чтобы укладывалось все это в новые законы? Ну вот написали люди письмо на имя губернатора. Что сейчас? В муниципалитет шагать? Там... Сергей Федорович, подскажите. Еще раз вот повторюсь, что... Ну от души люди ведь этим занимаются. Причем мы же, ну то есть предложение-то встроить в систему не новичков, да, то есть это же люди с опытом, нужно понимать. Все мы в едином понимании решения проблемы и мы готовы помочь и неоднократно уже в разных формах собирались, обсуждали и с администрацией города и мы напрямую участвовали с департаментом имущественных отношений по вопросу перевода земельного участка. Требуется обращение от арендатора данных помещений. Вот того участка, напоминаем, которым в Радужном, на производственном, по-моему, необходимое обращение в Роспотребнадзор по установлению санитарно-защитной зоны и после этого, если земельный участок будет соответствовать требованиям под размещение приюта, по санитарно-защитным зонам и так далее, будет возможность перевести его в областную собственность с последующим выделением средств уже бюджета субъекта, поскольку средства бюджета субъекта не могут расходоваться на объекты, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Поэтому это еще раз мы повторяем, что здесь надо идти поэтапно и мы вместе готовы участвовать и сопровождать эту работу. Потому что на сегодняшний день, исполняя государственные полномочия, мы с 1 января, опять же, полномочия были ранее переданы органам местного управления, с 1 января они переданы обратно на уровень правительства области полномочия субъекта. и мы совместно уже не раз встречались с Анастасией Алексеевной, с Даридом Борода, будем выстраивать совместную работу. То есть мы создаем структурное подразделение на базе нашей областной станции по борьбе с болезнями животных, выделены средства бюджета на оснащение транспортом, специализированным, необходимым оборудованием, инструментами и дальше будем мы встраиваться в работу в общую. То есть мы должны ее расширить, но опять же мы сталкиваемся с вопросом, мы будем удваивать количество отлавливаемых животных и помещать в приют должны. Поэтому сейчас вот этот вопрос с администрацией города Кирова будем инициировать и решать. Другого пути нет. Анастасия, вы так же или иначе видите как-то путь взаимодействия путь взаимодействия как двигаться к этому эффективной системе. У нас есть понимание как двигаться к эффективной системе. Так что сейчас как раз мы занимаемся санитарно-защитной зоной этого участка. То есть это необходимые процедуры, которые необходимо пройти. Но вот надеюсь, что у нас все получится. Те, ну, это же так простым языком выражаясь, это все равно выход на новый уровень, да, нужно будет соответствовать более строгим требованиям, да, правилам. Вы готовы к этому? если вы впишетесь в эту систему? Или правила всего не уже знакомые довольно-таки? правила знакомые, да, единственное, что для этого нужны средства финансовые. И средства достаточно немаленькие. Поэтому мы и обращаемся. Вы в письме своем говорите, что на деятельность Дари добро в месяц порядка 800 тысяч рублей требуется. 800 до 800. То есть, и эти средства мы не можем потратить сейчас на ремонт, потому что это средства для содержания того, что уже есть. Вот что входит в эту сумму, да? Там, львиная доля на что выходит? Львиная доля это и кормление, и лечение, и покупка различных инвентаря, и десредства. Много всего очень. То есть, вообще средств не остается, чтобы следить за непосредственно этим участком или что? Для того, чтобы сделать ремонт в одном из помещений, которое у нас 133 квадратных метра, надо порядка трех миллионов рублей. То есть, три миллиона рублей нельзя убрать у собак из еды, из лечения, из кормления. То есть, это невозможно. Ну, вот к вопросу финансов, да? То есть, насколько я понимаю, у вас есть доноры, да? Люди, кто поддерживает организацию. это и бизнес города Кирова, и население города Кирова. Те люди, которые знают, что мы делаем, доверяют нам и готовы нас поддерживать. А вот как раз мы сейчас пообщаемся. Мария Варанкина с нами, да, на связи, директор студии кухни Джулия Новорс в Кирове. Мария, добрый день. Здравствуйте. Если мы правильно понимаем, то есть, вы, ваша компания, вот как раз один из доноров организации. Почему вообще важно поддерживать, да, зоозащитников, то есть, ну, даже не в контексте одной какой-то организации, а вообще в принципе, ну, бизнесу, да, то есть, вы занимаетесь кухнями, то есть, это даже там, не знаю, не корма для животных, да, то есть, какой-то там сопряженный, например, бизнес. у нас. Ну, смотрите, да, Джулия Новорс, это, наверное, в первую очередь кухня, но за этим кухней не стоят обычные люди и такие жители города, как и все остальные. И по-человечески очень хочется, конечно, жить в городе, где нет бездомных, ненужных, больных животных, чтобы не было никакой жестокости по отношению к ним. Мария, скажите, какую именно поддержку, да, волонтерам оказываете, которые оказывают помощь, в свою очередь, животным? Как-то очень емкий вопрос. Нет, что именно делать и что именно делать? Вот конкретика вашей работы в плане помощи организациям, которые занимаются пристраиванием безнадзорных животных? Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас строим центр по работе с бездомными животными. Строим на базе той территории, которая была выделена городом для передержки животных. То есть был заложен фундамент, уже было здание, мы сейчас приводим его в порядок, чтобы полноценно работать с бездомными животными по схеме отлов, стерилизация, вакцинация, лечение, карантин. Это позволит, наверное, в течение месяца проводить через этот комплекс порядка 100-120 животных. Простите, я запутался, о каком комплексе идет речь? Кому принадлежит? Это тоже общественники или что? Территориально ты имеешь в виду? Нет. Нет, я не допонимаю, а строительство какого... Нет, мы какой комплекс строим, я сейчас не понимаю. не строительство, это реконструкция существующего здания. Он кому принадлежит? Это частная инициатива или что? Я просто не могу понять, меня спросили, чем мы помогаем. Нет, Владимир пытался понять вообще, что... о муниципальном предполагаемом приюте. Сейчас мы какой-то третий еще приют затрагиваем или что? Просто нам, чтобы понимать, о каком месте мы решили. подскажите, пожалуйста, о чем речь идет? Вы же у Марию уточнили, как она помогает нам. И она говорит как раз о радужном происходе. А, о радужном. что мы хотели узнать, это территорию. Мы слушателей просто, возможно, запутываем тем самым. А вы меня простите, я просто не подключу на китеру, я, может быть, многого не слышала. Да, вы тоже простите, с точки зрения слушателей, возможно, мы их как-то запутали, мне показалось. Да, продолжайте. То есть, это реконструкция вот этого здания в радужном. Да, да. Почему важно? Вы на протяжении уже долгого времени занимаетесь этой поддержкой? Да, на самом деле, к сожалению, нет недолгого. Мы вообще погрузились в это, наверное, либо в августе, либо в сентябре. Ну, то есть, два-три месяца мы этим занимаемся, но этого времени, в общем-то, достаточно, чтобы понять, что в правильном направлении движемся. А кто-то из коллег, да, из ваших, потому что я знаю, то есть, ну, ряд компаний так или иначе оказывают поддержку там, да? А на самом деле, я поняла вопрос, да, все, кто узнает об этом, все начинают присоединяться. Но вот на сегодняшний день, помимо Джулии Новорс, можно в линейку поставить, компанию «Вятич», огромную помощь оказывают, финансовую и человеческим ресурсам. Это очень много небольших организаций, да, какие-то небольшие ИПМ. Все, вплоть до рекламных агентств, готовы помогать, как бы не требуя совершенно разнонаправленный бизнес. Никакой финансовой компенсации. Мария, и последний вопрос, наверное, важно ли для бизнеса, ведется эта деятельность в рамках какой-то государственной, да, деятельности или волонтерской, то есть, для того, чтобы ее поддерживать? Однозначно, да, важно, потому что важно понимать конечный результат, то есть, любому человеку, бизнесмену важно понимать, ради чего он это делает. Поэтому, ну, мое видение, оно совпадает с видением волонтеров, да, ну, и, в общем-то, все компании, которые присоединяются, они бы хотели именно видеть такой путь развития. У каждого бездомного животного должен быть шанс стать домашним. Да, спасибо, благодарю вас за комментарий. Мы полностью поддерживаем. Спасибо. Мария Воронкина была с нами на связи, директор студии кухни Джулия Новорс в нашем городе. Сергей Федорович, каким мы показателем вообще стремимся, каким-то численным показателем работы, сколько сейчас нам нужно отлавливать, стерилизовывать, обрабатывать, выпускать в среду обратно? Или, возможно, есть какие-то цели по годам? Насколько мы сейчас далеки от этих идеальных показателей? Мы считаем, что в период, да, вот опять же, рассматривая систему работы, должны помещаться истинно безнадзорные домашние животные, те, которые не имеют владельцев по тем или иным причинам, вот, и невозможно их найти. Все животные, которые имеют хозяев, с ними будет проводиться работа в рамках и осуществления надзорных мероприятий, по ответственному обращению с животными, не буду повторяться, что уже сказал, и административную ответственность будем устанавливать. Дальше мы планируем, вот, в рамках деятельности приюта, тоже вот, опять же, отвечая, так скажем, за деятельность государственного приюта, что мы планируем, изучив опыт работы, вот, у наших соседей рядом в Нижегородской области, там, правда, частный приют, абсолютно, но 80% животных, помещаемых в приют, они находят новых владельцев, то есть, это мы говорим о социализации животных, ведется активная работа, и мы планируем, и ведем уже работу со школами, с детьми, вот, по воспитанию, так скажем, гуманного отношения к животным, и дети очень отзывчивые, очень охотно посещают вот эти открытые уроки, и мы рассказываем все, так скажем, да, требования и повадки животных, что животные тоже, да, испытывают эмоции свои, радость, когда есть владелец, чтобы как можно меньше было безнадзорных животных на улице. Дальше, конечно, рассматривая проект организации приюта, мы планируем, да, площадку, и выгульную площадку, и учебный класс, как вот нам в Нижнем Новгороде тоже показали. Да, учебный класс, то есть не каждый человек, который вот приходит, по выходным выстраивается очередь в приют за животными, то есть это осуществляется выводка животных, показ животных. А как вообще обращаться, обучают людей, да? Да, и не каждый, не каждое животное подходит к будущему владельцу, то есть смотрят даже, да, на взаимоотношения вот животного и человека, владельца, будущего владельца данного безнадзорного животного, которое живет в приюте. Анастасия, у вас есть нечто подобное? Извините, что... мы тоже были в Нижнем Новгороде, тоже... Да, вот. Из одних источников вы, да, познакомились с руководителем, это действительно частный приют, который начал работу по СВВ в 2008 году и пришли к результату с 6 тысяч голов в Нижнем Новгороде на отлов, у них на этот год был контракт на 250, то есть благодаря системе СВВ они сократили количество в тысячи раз безнадзорных животных. А что касается планов и результатов, мы в Кирове работаем с 2019 года, это 4 года планомерной работы, заявки сократились примерно на 3 четверти, то есть вот по ЕДДС, заявки, которые у нас приходят, мы возьмем 2019 год, в каком виде мы город приняли и в том виде, в котором сейчас, то есть заявки сейчас в основном на кошек, это кошки где-то бегают, люди хотят им помочь, это какие-то собачки, которых людям жалко, единичные, то есть по сути дела животные у нас стерилизованные, бездомные в городе Кирове и плюсом у нас реализуется программа «Любишь, стерилизуй». Благодаря фонду президентских грантов у нас появилось софинансирование, то есть это средства «Дари добро» и средства гранта. На эти денежные средства мы стерилизуем хозяйских собак и в результате у нас сейчас нет увеличения поголовья в городе Кирове и у нас нет, соответственно, заявок на стаи животных, потому что стаи больше не образовываются, потому что все животные стерилизованы. Также часть животных нашли свой дом. Такую же систему работы мы сейчас выстраиваем по Кировской области, то есть у нас в 2021 году мы начали пилотный проект «Любишь, стерилизуй» в Подосиновском районе, где у нас стерилизуются хозяйские собаки и мы там занимаемся отловом, то есть когда состояние поголовья будет стабилизировано благодаря стерилизации, соответственно, новых животных не появляется, стаи не появляются, покусы сокращаются. Именно так мы хотим работать по всей Кировской области, где у нас налажена на данный момент волонтерская сеть, а также мы уже написали новый проект по Удалиеву фонд президентских грантов, где мы хотим расширить географию своего проекта и стерилизовать бесплатно животных от населения не только в Кирове, но и в Кировской области. Вернемся чуть позже к озвученной информации. Спикер у нас еще один на связи, Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый, добрый, слушаю. Ага, Игорь Владимирович, вот начали сейчас говорить о проблеме безнадзорных животных, как раз затронули вот проблему, на которую обычно обращают внимание в социальных сетях. Это дикие собаки, которые сбиваются в стаи и нападают на людей и в Кировской области. Такие случаи бывали. Как сейчас с этим обстоит дело? То есть можно ли сравнить там с предыдущими годами? Есть ли какие-то, я не знаю, показатели, там количество жалоб в прошлом, позапрошлом годах? Как в этом году обстоит дело? Количество обращений на этот год у нас зафиксировано 293. В прошлом году у нас было 156 таких сообщений. Но количество сообщений даже не только по этой теме, ну и по другим, оно у нас каждый год становится на какой-то на какой-то порядок цифр больше. Это связано с тем, что люди чаще стали писать в социальных сетях, это более удобно. Ну то есть что касается вот этих обращений, то 80% из этих обращений касается вот именно покусов, стай, нападения на каких-то других животных, ну там на кошек, там еще на каких-то домашних. Но в этом году единственное, что с учетом увеличения суммы, которая на содержание вот приютов и то, что сейчас практически во всех районах ставило проводиться эти мероприятия по отлову и там потом передачи на содержание, то вот этих случаев, что вообще, ну то есть там район запущенный, там в нем нет никаких служб и этих собак вообще не бывает и становится меньше. Тут уже больше идет таких обращений именно там что-то недостаточно, не так много и не так часто приехали, да, что, ну вот с какими-то такими вопросами, то есть определенный ну как презитив в этом есть, но проблема она как была, она так и остается на данный момент. А на укусы, Игорь Владимирович, больше жалуются в районах где-то или прям в Кирове? Ну у нас если по цифрам смотреть, у нас ну больше всего это у нас Киров сам, да, это 53 сообщения, Кирово-Чепецк 52 и дальше у нас там Вятскополянский, Верхнекамский, Налинский, Катернический и Советский район, это вот те районы где обращаются, но мы какое-то время назад проводили онлайн-социологию вообще по тематике безнадзорных животных и старались вообще понять когда было увеличение количества обращений ну с чем связано и какие видят выходные ситуации жители региона и вот если обращаться к теме которую сейчас рассматривают то когда задавался вопрос нужны ли приюты для безнадзорных животных на 83% она сказала что да нужны когда задавался вопрос о том кто должен ну то есть заниматься этим это или какая-то муниципальная служба волонтерские организации или коммерческие то есть данные распределились так что 56% опрошенных нам сказали о том что этим должны заниматься государство да какая-то служба 21% сказали о том что волонтерские организации поэтому ну вот мне получилось немножко послушать ваш эфир и я думаю что Сергей Федорович правильно говорит и коллеги о том что действительно здесь не должно быть на мой взгляд только одна там только государство или только волонтеры здесь надо действительно работать вместе и даже онлайн социология которую мы проводили она об этом показывает что необходимы там оба этих подхода и надо просто научиться вместе эффективно работать и тогда я думаю будет польза и количество обращений которые поступают они будут только идти на склад все понятно спасибо большое за информацию Игорь Панкратов с нами был на связи руководитель Центра управления регионом Кировской области по числу обращений по адресам да обращение мне просто это видимо связано с тем где люди больше приобщены к интернету к социальным сетям то есть у них вот именно вот так вот заточены они высказаться что можно в социальных сетях то соответственно чем крупнее город тем это вероятность больше просто что это прозвучит информация согласны с этой информацией которая прозвучала Сергей Федорович вот по обращениям как раз по данным управления ветеринарией может быть другие цифры какие-то существуют по случаям нападения нами проводится опять же работа аналитическая постоянная и рассматривая материалы которые поступают и с администрации муниципальных районов от органов местного управления от органов полиции мы видим что из числа покусов 70% ориентировочная цифра да наносится хозяйскими собаками вот опять же возвращаемся к ответственности за покусы я прошу прощения перебью сразу это собаки которые находятся на выгуле вместе с хозяевами или бегают без хозяев и так и так то есть когда произошел покус учреждения здравоохранения обращаются в органы полиции и выясняются обстоятельства да рассматривая куспы опрашивая так скажем и покусанного человека да и свидетелей устанавливают владельцев все материалы направляются дальше в управление и мы уже работаем непосредственно с владельцем животного которое покусало поэтому такая аналитика у нас есть и опять же сводится это к чему не только к вопросу самовыгула да и ответственности за самовыгул но и за покусы вот о чем мы направляли предложение в государственную думу в текущем году о внесении изменений и в 498 федеральный закон об ответственном обращении с животными и в кодекс российской федерации об административных правонарушениях о необходимости введения дополнительных статей ответственности в отношении и самовыгула и в отношении вот покусов да с разными степенями тяжести поэтому мы видим что проект федерального закона уже готов он прошел первое чтение в государственной думе планируется до конца года рассмотреть во втором-третьем чтении и сейчас тоже готовим и обращение от законодательства собрания Кировской области будем такую тоже работу проводить письмо готовить и возможно подключать депутатов в государственную думу от Кировской области по скорейшему принятию данной статей в кодекс две минуты у нас остается Анастасия ваши дальнейшие шаги как будете отстаивать свою позицию свою точку зрения мы будем делать то что делаем сейчас ну это понятно да ваша ежедневная работа ежедневная работа мы будем заниматься именно рутина она помогает решать вопросы которые существуют соответственно мы будем продолжать делать то что делаем ну взаимодействовать вы готовы вы согласны так мы с предуправлением естественно мы же в любом случае с ними взаимодействуем мы же у нас цель-то одна и у волонтеров и у управления мы прекрасно это понимаем конечно то есть тут нет вопросов наше безопасное сосуществование естественно и у нас действительно точки соприкосновения есть и их немало область большая опять же говорим да чтобы и помогать дари добро организацию вот Анастасия говорил что в рамках вот гранта да стерилизован у нас подосиновском районе вот Анастасия там 40 голов да то есть здесь ветеринарная служба государственная ветеринарная служба проводя кастрацию животных помогала организации общественной выполнить требования ну как самая опытная структура в этом отношении поэтому и в других районах мы готовы вот совместно да работать и участвовать и наши специалисты готовы работать совместно поэтому мы только видим дальнейшее движение в совместной работе минуты что-то хотели добавить еще нет я ничего я думаю что все получится главное да конечно главное по финансированию да вот 30 секунд что-то может для вас существенно измениться вот в связи с новым законодательством с новыми вот этими правилами игры не могу пока сказать спасибо нашим гостям Анастасия Ботева представитель организации защиты животных Дарьи Добро Сергей Чучалин начальник управления ветеринарией нашего региона и Татьяна Виноградова заместитель начальника отдела надзора в сфере обращения с животными и управления ветеринарией спасибо всего доброго удачи до новых встреч до свидания до свидания